Эта история вполне может стать основой для сценария высокобюджетного фильма. Сюжет кажется совершенно фантастическим. Но при всём этом, встретить этого подпольного миллионера можно было ещё совсем недавно на тихих улочках Кировограда. Всем привет, меня зовут Роман, вы на канале «Самое-самое в мире», и сегодня я расскажу историю вам про советского электрика, который оказался миллионером. Приятного просмотра. В конце 1993 года в небольшом областном центре Украины, Кировограде, умер 72-летний одинокий старик. Жил он замкнуто, общаясь мало даже с единственными родственниками, двумя племянниками, которые его и похоронили. Однако через несколько месяцев о нём заговорили все СМИ. Не было, наверное, ни одного телевизионного канала, ни одной газеты, которые бы обошли эту тему. И неудивительно. Этот полунищий с виду старик, который много лет ходил в синем комбинезоне и кирзовых ботинках и жил в старом небольшом доме, бывший электрик 300 столовых, питавшийся в этих самых столовых, оказался владельцем уникальной коллекции. По мнению специалистов, эта коллекция оказалась самой большой из известных частных коллекций в Европе. О самом коллекционере известным было мало. А шум, поднятый вокруг его коллекции, привёл даже к тому, что была проведена эксгумация тела. Возникли подозрения, что старик умер не своей смертью. Однако подозрения не подтвердились. Причиной его смерти стал второй инфаркт. За время, прошедшее со дня смерти Александра Ильина, так звали владельца коллекции, прошло уже немало лет. Однако откуда у него появилось такое огромное количество произведений искусства и старинных книг, до сих пор неизвестно. А вся история за это время обросла множеством таинственных подробностей. Как всплыла коллекция Ильина? В среде коллекционеров Александра Борисовича Ильина знали, он был отличным реставратором, причём разносторонним, достаточно известным среди коллекционеров всего СССР. Не имея высшего образования, он обладал энциклопедическими знаниями. Его знали в научных и музейных кругах. Однако о том, что он сам является коллекционером, было известно не столь широко. В свой дом он почти никого не пускал. Те немногие, которые всё-таки бывали в его доме, видели отдельные экспонаты, по которым невозможно было судить о действительных размерах его коллекции. Всё началось с заурядного на первый взгляд события. В магазине «Букинист» появилась книга, которая принадлежала Ильину. Её увидел кто-то из тех коллекционеров, кто знал, что книга принадлежала Ильину. И поднял шум. Факт, что книга именно из его коллекции, сумели доказать, так как в Краевеческом музее хранилась ксерокопия этой книги с характерными приметами. Это означало, что до истечения положенных шести месяцев после смерти владельца, кто-то начал продавать экспонаты коллекции. Руководство областного Краевеческого музея и областной библиотеки обратились с письмом к представителю президента Украины, в котором выразили опасение, что коллекция, которая является национальным достоянием, может быть утрачена, так как разойдётся по частным собраниям. Кроме того, завещание Ильин не оставил, а племянники по закону наследниками не являлись. Но на наследство пытались претендовать. Правда, ни один адвокат не взялся за это дело, несмотря на баснословный гонорар в случае успеха. Подлил масла в огонь тот факт, что вскоре после смерти Ильина на одном из западных аукционов за полмиллиона долларов была продана Библия Ивана Фёдорова. В Москве решили провести ревизию имевшихся в пределах бывшего СССР известных экземпляров этой книги. Вспомнили и об Ильине, так как он был известен и высшему церковному руководству. Была ли проданная Библия из коллекции Ильина, неизвестно. Однако это событие и настойчивость работников музея и библиотеки при поддержке обл. администрации подтолкнула власти к решению этого вопроса. Дело получилось громким. Вопрос о передаче коллекции государству решался на уровне президента. В результате, через несколько месяцев после смерти коллекционера, суд принял решение об изъятии коллекции, которая до этого оставалась, можно сказать, бесхозной. Дом Ильина оцепили, и созданная специальная комиссия в течение шести дней проводила изъятие коллекции с одновременной описью изымаемого. То, в каком состоянии хранилась вся коллекция, повергло комиссию в ужас. Уникальные экспонаты были покрыты толстым слоем пыли и плесенью. По некоторым данным, было изъято приблизительно полмиллиона различных предметов. Однако, более достоверными кажутся такие цифры – 5000 старинных книг и около 4000 произведений искусства. Хотя, смотря как считать, один из коллекционеров, который был вхож в дом к Ильину, говорил, что видел у него больше, чем пол ведра золотых монет. В коллекции оказались не просто уникальные экспонаты. Некоторые из них считались специалистами, вообще утраченными. Откуда же у простого электрика с официальной зарплатой 120 советских рублей могла взяться такая коллекция? Наиболее вероятной сейчас считается такая версия. Кто был ничем, тот станет всем. После революции 1917 года браки между представителями дворянского рода и простыми пролетариями стали, если и не обычным, то вполне возможным делом. Вот и Наталья Александровна Римская-Корсакова из тех самых потомственных дворян, которая окончила гимназию с золотой медалью, знала четыре языка, училась в Московском коммерческом институте на экономическом отделении, вышла замуж за Бориса Николаевича Ильина – сына мастерового с начальным образованием. Семья римских Корсаковых еще в XIX веке начала собирать раритеты. Часть фамильной коллекции Наталье Александровне удалось спрятать. Во время гражданской войны Борис Николаевич под Рыбинском участвует в подавлении антисоветских восстаний, экспроприации имущества церквей и дворянских домов, а по окончании приобретает профессию токаря. Оказавшись в Смоленске, он вступает там в брак с Натальей Александровной, которая работает щитоводом. Борис Николаевич сумел сделать карьеру от рабочего до главного инженера, занимался восстановлением и пуском заводов. Сначала в Вязьме, потом в Витебске. Там они пережили голодный 1933 год и многое из золота и серебра ушло за продукты в торгсин. Дальше в Одессе. После войны, которую они пережили в Рыбинске, Бориса Николаевича направили в Кировград, где супруги и прожили до самой смерти. Борис Николаевич оказался человеком с тонким вкусом. К фамильной коллекции жены отнесся весьма бережно и старался ее постоянно пополнять, чему способствовали его разъезды по стране. Их сын Александр, который родился в 1920 году, вырос среди уникальных раритетных вещей. И это стало, хоть и неявным, делом его жизни. Он стал отличным реставратором. После окончания школы он поездил по стране, а в 1941 году поступил в Московский институт. Когда началась война, по некоторым сведениям, достоверность которых не бесспорна, он получил белый билет в обмен на раритетную книгу. Это был, возможно, единственный случай, когда он использовал экспонат коллекции в личных целях. В 1944 году был арестован за групповую кражу с продовольственного склада. По законам военного времени за это грозил расстрел. Однако он получил на удивление всего три года, а отсидел всего три месяца. Это дало основание заподозрить его в сотрудничестве с НКВД, который формировал сеть информаторов в среде коллекционеров. Предполагается, что он стал тайным экспертом НКВД по поиску и экспертизе раритетов. Специалисты оценивали его как превосходного реставратора. Причём одного из немногих во всём мире, которые умели делать всё. Среди реставраторов существует узкая специализация. В 1945 году в Киево-Печорскую лавру на работу был принят реставратор Александр Ильин. За свою работу он не брал денег, а опросил в качестве оплаты книги из библиотеки. Позднее он рассказал одному из своих коллекционеров, с которым был ближе других, как под пиджаком выносил из лавры книги. Когда в 1961 году лавру закрыли, он приехал к родителям в Кировоград. С собой из лавры он увёз два контейнера, книг и церковные утвари. Говорил, что монахи сами его уговаривали всё забрать, чтобы безбожникам ничего не досталось. В Кировограде он устроился на работу электриком с зарплатой 100 рублей в месяц. Жил очень скромно, только приобрёл трофейный мотоцикл, на котором много ездил по районам. Проверяя электрические счётчики, получал доступ в дома, где имел возможность видеть уникальные вещи, для приобретения которых всегда возил с собой крупную сумму денег. Кроме того, он был отличным реставратором икон и переплётчиком книг. Заказчики приезжали к нему со всего Союза. За работу он брал не деньги, а картины, книги, иконы и тому подобное. Умел состарить листы книг, подделать старину так, что даже специалисты не всегда замечали подделку. Иногда после реставрации возвращал владельцам очень качественные копии икон, а оригинал оставлял себе. Говорят, что раз в неделю по ночам к нему приезжала неприметная машина, что только усиливало подозрения насчёт его причастности к КГБ. Кроме того, отсутствие внимания со стороны уголовного мира только подтверждало эти подозрения. Ведь его сокровища практически не охранялись. Рассказывают, что его обокрали единственный раз, причём это были гастролёры. Они взяли золото и прихватили книгу, польстившись на красивый переплёт. Золотые вещи они продали, а насчёт книги, а это было первое издание «Мёртвых душ», скупщики объяснили, что только Ильин может её купить. И они предложили Ильину купить эту книгу. Во время передачи воры были арестованы. Книгу Ильин забрал, а от золота отказался. Ещё любопытный случай рассказал один старик. Он выменял у Ильина книгу Михаила Грушевского, труды которого были тогда запрещены. При этой сделке присутствовали только двое – он и Ильин. А ночью к нему явились представители органов и предупредили, что книгу он может читать сам и ни в коем случае не должен пытаться распространять её. Откуда книга у него появилась, вопросов не возникало. Что же было в уникальной коллекции? Экспонаты коллекции были переданы на хранение. Книги – в областную научную библиотеку имени Д. И. Чижевского. Остальные экспонаты – в областной краеведческий музей. Полного перечня экспонатов коллекции нет, наверное, ни у кого, кроме комиссии, которая занималась её изъятием. Да и нет уверенности, что это полный перечень. Точная стоимость коллекции так и не прозвучала. По разным оценкам она может быть от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов США. Самая ценная в коллекции – это книги, которых насчитывается около 5000. И среди них – книга «Византийские эмали», изданная в 1892 году тиражом 200 экземпляров. Себестоимость книги составляла 12 тысяч серебряных рублей, что по стоимости соответствовало квартире в центре Берлина площадью 2000 квадратных метров. Сейчас оценивается в 100 тысяч долларов. Личная Библия императрицы Екатерины. Рукопись Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Васильевича Гоголя. Полное собрание першадруков Ивана Фёдорова, многие из которых считались утраченными. Четырёхтомник «Великокняжеская царская императорская охота на Руси», которые иллюстрировали Бенуа, Репин и другие известные художники. Каждый том оценивается в 50 тысяч долларов. Уникальные рукописи Евангелия 14 века. Книга с 84 гравюрами, каждая из которых оценена в 1500 долларов, общей стоимостью не менее 130 тысяч долларов. И так далее. Книги вроде бы доступны читателям библиотеки. В 2002 году обнаружилось, что из библиотеки пропало 43 книги из коллекции Ильина. В частности, были украдены Устав морской и Устав воинский Петра I, малоформатная тора конца XVIII века, сборник гравюр Уильяма Хогарта, переписка Екатерины II с Вольтером, Библия Вольфа с рисунками Гюстава Даре. Пропавшие книги до настоящего момента не найдены. Местные коллекционеры прямо обвиняли в хищениях сотрудников городских музеев. Среди остальных экспонатов, которые попали в областной краеведческий музей. Портрет Екатерины II в одежде украинского гетмана кисти Дмитрия Левицкого, который считался пропавшим. Серебряная кружка работы известного украинского мастера Иравича. Есть версия, что эта кружка принадлежала или предназначалась Петру I. Подобных кубков в мире всего два. Вазы из венецианского стекла, в которые добавлялось золото, XIX век. Предметы работы Фаберже. Уникальная бронзовая фигура Будды, вошедшая в энциклопедию литейного дела. Икона Богоматери Ахтырской, XVIII век. Храмовая икона Святой Проскевии. В музее развернута экспозиция кунсткамера Александра Ильина, в которой представлена часть его коллекции. Благодарю вас за просмотр и за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам история эта понравилась, обязательно поставьте лайк. Также подпишитесь на канал Самое-самое в мире и не забудьте включить колокольчик обязательно, чтобы быть в курсе новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!